Славянская радио Продолжаем разговор Хорошо Вопрос эфира от Данила Перечислите основы ратного искусства позволяющие более стойко выносить в кавычках мудро выстоять в кавычках выживать невзирая ни на что в кавычках и даже побеждать в информационной в кавычках войне Благодарю за ответ Вот у нас есть такая форма тренировок когда мы не просто тренируемся, а мы тренируемся в информационном пространстве в определенном Например, мы это часто используем есть забытые сражения которые не описаны в учебниках истории школьных но они очень значимы были и там мы прошли достаточно много изучая их и допустим там 1624 или 1774 год ну сейчас не помню очень известное сидение казаков в Азове когда по некоторым источникам соотношения сил было 1 к 50 и вот допустим когда ты читаешь это вот мне непонятно каким образом они могли вообще это выдержать то есть даже если мы включим это в школьную программу учебники истории мы там все равно не сможем это описать и для того чтобы понять ну хотя бы приблизиться к пониманию в каком состоянии они там были за счет какой внутренней силы они могли вообще это выдержать моделируются вот эти вот нагрузки на правила нагрузки которые там в единицу времени они по силе нагрузки ну при поплотности процесса они примерно равны к тому стрессу который там люди испытывали понятно что это не несколько месяцев а там в лучшем случае несколько часов длится но когда вот мы тренируемся у людей командная тренировка наступают моменты озарения ну например это такие моменты которые я думаю очень сложно от кого-либо услышать когда один из занимающихся он сказал вот они тогда стояли держали оборону и они уже тогда знали что мы здесь сейчас с вами будем сидеть обсуждать и гордиться тем что у нас есть такое наследие у нас есть такой характер то есть они одномоментно вне времени пребывали да и точка в прошлом и точка в будущем у них то есть это определенный уровень сознания это определенная работа мозга в обычном состоянии это мы бы не смог он бы не смог ответить на этот вопрос каким образом дальше еще еще одна составная когда вот у меня было такое чувство идет атака а у меня внутри состояние что ну ребят вот куда вы лезете мы вас все равно всех зарубим это прям как состояние изнутри поднимается его не придумаешь никак потому что если там скажем психиатр начнет разговаривать он поставит диагноз потому что это неадекват полный когда соотношение сил 1 к 50 и у тебя состояние что они дураки куда они лезут мы все равно всех зарубим следующий момент уровень сознания вот мы все возможно рождены для там совершения какого-то определенного поступка как я часто привожу этот пример перевал дятлова люди шли люди были рождены для того чтобы умереть на перевале дятлова и вся жизнь до перевала дятлова это просто подготовка к этой экспедиции и вот когда такие критические ситуации особенно ситуации исторически значимые для народа когда нельзя посрамить вот тогда человек он начинает понимать что он рожден для этого и именно вот это сейчас вот это вот последняя минута в сече это и есть его жизнь все что до этого это просто подготовка и это переживается как я это долго рассказываю но это переживается как состояние понимаете и для того чтобы это достигалось первое это нам всем очень хорошо известно это принципы товарищества что Россия это страна коллективистского мышления когда для того чтобы пребывать в такой силе ты должен понимать вообще в целом в наше время современное каждый твой шаг каждая твоя мысль на ней реагирует вся вселенная ты несешь ответственность за все что ты делаешь ты сегодня в буквальном смысле создаешь генетику потомства которые придут после тебя в этот род вот этот уровень ответственности это пункт номер один для того чтобы обладать такой силой второй момент мужчина он должен быть стратегом то есть скажем так мышление как минимум на государственном уровне он должен понимать что то что мы делаем сегодня пройдет каких-то сто лет пратени основная идея пройдет каких-то сто лет и будут сидеть ребята такие же как мы и говорить спасибо тем кто жил сто лет назад за то что они возродили и приумножили вот это искусство и вот это стратегическое мышление когда мужчина несет ответственность за то что будет завтра за то что будет через сто лет это это сто процентов мужская составная оно позволяет тебе обладать этой силой внутренней когда соотношение один к пятидесяти а ты смеешься но все равно всех зарубим это же факт исторический я ничего не придумываю то есть мы о чем говорим мы говорим о духовной составной и вот именно вот эту составную мы и учимся понимать во время тренировок направила мы не развиваем тело напрямую мы его не оздоравливаем это уже следствие вот мне это так представляется но все наверное если подойдите только сказанному тобой на вопрос вот данила то получается так думайте о будущем как минимум на сто лет и тогда и тогда вы победите потому что вы будете уверены что все равно вы все что делаете вы делаете для своих потомков и для своих родов и вам просто это необходимо сделать тогда все сомнения и все остальное они уходят на второй план и вы просто побеждаете да и важный важный здесь момент это именно коллективистская форма мышления потому что прежде чем сделать какой-то шаг ты должен понимать как это отразится на всем коллективе если я упаду мы все упадем в критических ситуациях это очень хорошо понимается все мы это теряем когда каждый сам за себя становится вот этот модель ложная которая нам предлагается модель выживания она и противоречит за сам законом естествознания законом о вселенной ну если там вдаваться вот в эти подробности уже научно если там можно на уровне там теория материи все объяснить как то происходит по происходит с веществом что происходит с энергии с информацией если человек перестает думать о том как его поведение сказывается на людях которые рядом с ним и вот его осознавание что он часть целого дает ему силу человек который не в этом режиме ценностном он просто не может выдержать тренировочные нагрузки реальные тренировочные нагрузки направила поиграться там да он может покувыркаться на тросах а там где тебя может травмировать очень серьезно он просто у него нет этой составной и надо развивать тоже такой вопрос часто задают и отвечают смотрите всегда необходимо смотреть на победителя да каким методами каким образом он победу одержал но это естественно если он одержал победу значит это действенно значит необходимо или знать противодействия для того чтобы не быть пораженным или применять то оружие те же приемы принципы которые он применяет да иногда бывают такие принципы которые мы просто по и сути не можем применить но надо тогда знать противодействие ну я надеюсь понял о ком я говорю да так вот если мы посмотрим на тех кого сейчас называют недругами для русских людей то вот эти так называемые социальные паразиты как некоторых называют они планируют на сто на тысячу лет вперед вот они ставят планы и поехали неважно доживет он не доживет он просто стать план и так это тяпочкой обрабатывать свое поле потихоньку 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 приходит его наследник он ему объясняет как тяпочку брать обрабатывать вот так вот наследник своему и так далее и через сто там двести-триста лет у них поле спахано засеяно урожай собирается нормально а те которые думают что ничего это не работает они этим не занимаются так вот это привел такой пример очень скромненький я думаю опять же понимаете о чем я говорю так вот если мы поймем что каждый из нас сейчас должен трудиться на державу славянскую для того чтобы наши дети в этой державе уже жили для того чтобы они жили по совести соблюдая все поконы все естество которое нам свойственно то тогда вас не будет интересовать застанете в лето светлое время или не заставите застанете вы просто будете это делать вы будете трудиться на благо своих детей на благо своих внуков на благо своего рода этим все просто объясняется просто каждый день вы будете строить державу по кирпичику носить по камушку класть прибивать по дощечке потому что храм он не сразу строится и этот долгий процесс но храм строить обязательно надо и в противовес недругам которые разрушают наши храмы методически подпиливая опоры занося туда караидов поджигая еще что-то делая мы будем убирать этих караидов мы будем по рукам бить если они лезут туда куда не надо забирать у них спички но еще что-то делать продолжать строить этот храм только таким образом можно достичь светлого будущего и неважно увидев увижу я его или не уже я просто строю державу вот и все а строить державу одному тяжеловато хотя как это если по-русски скроен да то один в поле воин но все равно если таких хотя бы десяток людей прибавляется то как то уже проще и веселее это делать сотня еще интереснее тысяча совсем хорошо но когда уже миллионы пойдут но тогда кто кроме нас и кто против нас да никто против нас уже не устоит потому что рада за нами потому что мы на стороне света да а кто против богов алексей я бы здесь добавил тебя что такое правило есть сила там где твое внимание со среда направляя свое внимание на конкретные действия не думая о том кто там и что там не думая вообще о препятствиях но единственный путь да я понимаю евгений здесь только еще надо маленькое уточнение сделать иногда фокусники отвлекают наше внимание заставляют концентрировать внимание на каком-то ложном предмете для того чтобы успеть из кармана что-то достать по этой новой или туда что-то убрать вот поэтому на мой взгляд прежде чем куда-то направлять внимание необходимо осознавать а туда ли это внимание нужно направлять то есть понимать цель не ложную которую нам подсовывают уже многие столетия понимать цель истинную естественную для нас и вот тогда да концентрация внимания это будет то что необходимо то есть правда правда на стороне богов да если мы на стороне богов то правда на нашей стороне и вот тогда вот на случай мы концентрируем внимание туда, куда это необходимо. И тогда эта правда здесь в жизни проявляется, и тогда она становится явью, реальностью и так далее. Поэтому всё-таки есть уточнение, куда концентрировать внимание. Просто так, на то, что нам ткнул пальцем направо, а сам налево побежал, это не совсем верно. Нас уже так за нос водили неоднократно. Но то, что без концентрации внимания ничего не получится, здесь я с тобой абсолютно согласен, это самый простой и самый главный принцип вообще жизни человека. И если вы не умеете концентрироваться на каком-то деле, то это дело просто у вас не получится. Здесь я с тобой на 100% полностью согласен. Ты очень горячую мысль сейчас озвучил. У меня сразу, как у исследователя, возникает вопрос, а как мы поймём ориентир? То есть вот это вот как там сила в правде, вот это вот ощущение правильного действия внутреннее. Вот этот ориентир, там голос совести и так далее, он же должен быть сформирован. И если мы говорим про правила, то это как раз способ методологически проработанный, благодаря которому человек может понять свой первообраз, то есть он может прийти к своей правде. Вот эти критерии правильного действия, что вот эта информация ложная, вот здесь вот нас за ручков держат, вот здесь вот надо двигаться в этом направлении. Вот это вот чувство, чуйка, чуйка охотника, когда он выходит там в радиусе 100 километров, он чует, куда надо двигаться, где зверь, где его добыча. Вот эта чуйка, она пробуждается во время тренировок. То есть для современных людей в том вопросе, который ты сейчас поднял, это очень эффективный инструмент. Раскрытие понимания собственной правды. Должно быть вот так, почувствовав. Никак иначе. Я с тобой согласен. Когда человек приближается к этим пограничным состояниям и превосходит их, то в этом случае как раз открывается то, о чём ты говоришь. Открывается так называемое ясное видение, ясное мышление и всё остальное. Человек резко принимает решения те, которые необходимо принять в данной ситуации. Это закрепляется в мозгу, это закрепляется на всех других планах и уровнях. И человек по жизни так продолжает действовать. И ты приводил уже примеры «Казачий спас» и что-то там ещё такое интересное. То да, здесь я с тобой полностью согласен. И это всё есть. Потому что сидя ровно на диванчике, в тёплых тапочках, эти ощущения не поймать. И сидячий человек — это самая лёгкая добыча для тех самых, про которых постоянно здесь у нас люди говорят и кому пытаются противодействовать. Но сидя на диване, особенно с пивасиком в руках и перед зомбоящиком, это невозможно будет сделать. Так что надо другие методы применять. Вот как раз почему мы с тобой сегодня общаемся, что я чувствую в этом направлении очень много чего интересного. Так, дальше. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Евгений, поведай, как нужно правильно устанавливать тренажёр-правила для тренировки? Как соблюсти правильные углы? На что обратить внимание? Как правильно сориентировать тренажёр по сторонам света? Какие дополнительные приспособления, помимо основных, помогают лучше почувствовать своё тело, исцелиться душевно и физически? Благодарю. Во-первых, надо, чтобы сама конструкция была сделана по принципу золотого сечения. То есть идеальный вариант, когда вы берёте свой собственный сажень, свой локоть, или косую сажень, предположим, в моём варианте метр восемьдесят шесть. Я укладываю два размера, метр восемьдесят шесть, умножаю на 0,618, и я получаю размеры ширины конструкции. То есть при делении ширины на длину вы должны получить число Фибоначчи. Идеально, если это сделано в пропорциях именно вашего тела. Идеальный вариант. Это первый момент. Второй момент. Если речь идёт о лебёдке, то лучше, чтобы лебёдка троса, которые в контуре двигаются, тянула не напрямую, а ставилось устройство, называется полиспаста. Кому интересно, там у меня есть рисуночек, можно выложить будет, или письмом отправить, как эта схема работает. В общем, полиспаста, он позволяет увеличить усилия примерно в два раза. То есть лебёдка, если рассчитана на тонну, объективно она может работать на тонну восемьсот. Потому что в перспективе, когда будет расти квалификация тренировочная, вы подойдёте к такой дилемме, как сделать так, чтобы рама у вас хорошо загружала. И обычная лебёдка, даже та, которая рассчитана на тонну 100, на тонну 200, в среднем выдерживаете где-то 2-3 месяца, дальше она разваливается. Выдерживает. Это важно. Между тросами и лебёдкой ставится полиспаста один к двум. Это очень простое инженерное решение. Следующий момент по настройке тросов, то есть их длина. Потому что у многих ещё встаёт вопрос, какая должна быть высота конструкции, то есть максимальный взлёт на ней. Я сейчас говорю только про конструкцию на лебёдке. То есть та, которая подготавливает к тренировке на провилы. когда вы выбираете полностью лебёдку, полностью наматываете всю систему вместе с полиспастом, троса должны уходить в упоры, в углы. То есть на руках 10-15 сантиметров остаётся не выбраны, а на ногах крючки, они упираются в углы уже. Это правильно настроенная конструкция. Она будет работать очень эффективно, и она позволит вам понять очень многие вещи, раскрыть в себе то, как работает много законов природы. Этого будет достаточно. Значит, в плане дополнительных устройств я рекомендую не сочтите за рекламу, просто это очень объективно. Верёвки, когда мы наматываем на руки и на ноги вместо хомутов, в больших нагрузках работают намного эффективнее в плане того, что менее травмоопасно, и второй момент, верёвку, в отличие от хомутов, или накладок, как ещё называют, их не срывает. Когда вы в большой нагрузке, если срывает накладку, это достаточно опасно. И вот конструкции, которые лебёдочные, они не должны быть жёсткими. То есть углы не жёстко свариваются, а ставятся шарниры. что если вдруг произойдёт так, что обрыв одного троса или срывает накладку, чтобы конструкция, она меняла углы, нагрузка перераспределялась не на 4 точки, а на 3. Это вариант первый. Либо есть специальная установка тросов, если конструкция ваша жёсткая. Например, вы закрепились через анкера в стену, то можно с определённым образом поставить систему тросов, что при срыве или обрыве одного из троса нагрузка будет равновенно распределяться на 3 точки и человек не получит травму. Единственный момент, если вы встраиваете анкера в стены, то моя рекомендация, надо, чтобы отверстие было сквозное и лучше вместо анкеров ставить болт. Просто есть люди, которые это делают и вот эту вещь надо учитывать, потому что анкера вырывает. Вы сами не заметите, как вы их вырвете, загнёте весь этот металл. У большинства именно этим и заканчивается всё. Значит, всё, что касаемо вообще размеров, здесь я не могу сказать это истинным знанием, но по нашим наблюдениям диагональ на правило должна быть минимум 8,5 метров. То есть это размеры минимальные 5 на 7 метров конструкции. При этом высота взлёта где-то на 2,40. Соответственно и помещение, если это в помещении всё ставится, оно должно соответствовать. Это помещение с высокими потолками. Это идеальный вариант. Всё, что касаемо грузов, значит, не должно быть лебёдки, потому что человек сразу должен привыкать к динамическому удару, когда груза падают и происходит натяжение. Человек морально должен быть готов на минимальных высотах понимать, что делать в этих условиях. Соответственно ставится сторожок, сторожок, их много конструкции, ничего сложного в нём нет, одним движением, одним взмахом и все 4 груза сразу падают, вас просто вытягивают. Мы сейчас занимаемся разработкой конструкции пока очень сложно в инженерном смысле понять, как это грамотно сделать и безопасно, когда в процессе тренировки именно на грузах нагрузку можно будет увеличивать. То есть, поднялся там, скажем, рабочий вес в среднем начинается от полутонны. Это в буквальном смысле. Общая масса грузов полутонны. Вот этот тренировочный, разминочный заход первый. Дальше, чтобы не спускаться, не менять груза, должен быть механизм, который позволит в процессе потихоньку, так же, как на лебедке, увеличить нагрузку. То есть, дополнительно груза, чтобы падали еще вниз и создавали усилия. Нужно. Вот мы сейчас занимаемся разработкой вот этой. Пока не могу ничего отдельного в этом плане подсказать. Но, в плане спуска, опробованная система, если вдруг груза поставили не те, в систему обмотки на руках вставляется спусковой трос, который человек держит кистью. И если нагрузка не та, чтобы не получить травму, человек просто отпускает спусковой трос и сила вытяжения она сразу падает. То есть, это момент такой безопасности. К нему надо немножко привыкнуть, чтобы был навык правильного действия в критической ситуации. То есть, это вот то, что есть на сегодняшний день. Вот как-то так. Понятно. Здесь такая реплика. Чертежи бы глянуть. Любомир написал чертежи бы. Все, что касаемо раздатки на тросах, то есть, рисунки, это не чертеж, это рисунок, сам принцип. То есть, это, пожалуйста, там, ВКонтакте или где, пишите, я ему вышлю саму схему. само натяжение и как внутри должно происходить распределение движения тросов. Это не сложно, но надо понимать, что правило, это же не только тренажер. Правило, это процесс, а процесс, это методологическое обоснование, технология, на сегодняшний, современным языком. и надо ее знать, чтобы не навредить себе. Поэтому, делая конструкцию, я приветствую, когда люди сами ее делают для себя, потому что были случаи, ну, вот у нас в Челябинске, не буду называть производителя, достаточно известный, когда человек купил конструкцию, прошедшую подготовку тренировок к струне, и он поставил у себя ее дома. Естественно, эта конструкция не была рассчитана на такие нагрузки. Он сделал одно движение и, ну, в общем, и порол как пузик грелку. Она в буквальном смысле сломалась пополам. Вот. Ну, такие случаи, они не обнародуются, естественно, но лучше сделать самому, если производитель не проверенный. Ваша конструкция в буквальном смысле должна не ломаться при силе вытяжения там тонна, полторы тонны. Потому что настанет момент, когда вам надоест на ней болтаться. Вам захочется, как нормальным мужикам, испытать сильнейший стресс. Понимаете, у вас появится такое состояние, чем сильнее вас сжимает, тем больше вы хотите получить нагрузку. Это нормальная физиологическая реакция мужского тела. Если в этот момент конструкция по прочности там в инженерном смысле не соответствует, то это небезопасно. Вот. Ну, и, соответственно, надо еще внимательно подходить к оснастке. То есть, какой обвес, какая веревка. Я рекомендую трос статика десятка на обвес внутри контура. И полиспаст это минимум 12-й трос тоже статичный. Дальше блочки все не покупайте строительные. Те, которые литые, китайские, с самим колесиком пластмассовым. Потому что они просто на разрыв одно движение и вы буквально металл разрываете. То есть, надо покупать в альпинистских магазинах облачки стальные. Лучше, чтобы внутри стоял еще этот подшипник. Есть облегченный вариант. Вот им надо брать именно сталь. Они проверены на 2 тонны. Даже если какое-то ускорение на правило большое случится, они выдерживают нагрузку безопасно. Вот ты сейчас рассказываешь, есть у меня знакомые, они занимаются крановым оборудованием. Сами изготавливают. То есть, не в Китае, сами все изготавливают. Не литые, именно точат и так далее. Вот, наверное, к ним надо будет обратиться. Какие нагрузки там говоришь? Особенно на грузах, потому что там уже динамика появляется, усилия другие совершенно. То есть, по сути, так себе представляет такой мобильный козловой кран передвижной, который две штуки соединяются между собой, рамами и поперечинами, чтобы он держал. И такое настоящие эти блоки, настоящее, поле спаса и так далее. То есть, там уже только Тельфер туда не ставится, лебедка, грузы подвешиваются. Пожалуй, надо будет с ними поговорить, пожалуй, надо будет с ними поговорить, идею подкинуть. Но тогда ты должен, как консультант, а ты должен выступить. Еще один момент, то есть, то, что мы стали использовать, когда, допустим, мы уезжаем в горы, здесь у нас на Урале земля богатая в этом смысле. И именно в горах, когда есть тренировочная база, неудобно таскать этот кусок железа. И просто вы крепите систему к деревьям. Только вместо лебедки ставится полиспас как минимум один к пяти. То есть, скажем, вы весите 70 килограмм. Ну, соответственно, теоретически вы можете подтянуть трос с грузом подвешенным к нему 70 килограмм. Если стоит полиспаст один к пяти, то вы же гарантированно сможете в одного поднять 300 килограмм. И вот командная тренировка, когда, допустим, в потоке исторического события ведется работа, там два-три человека стоят на полиспасте, они все вместе натягивают одного человека, поднимают. То есть, там конструкция, сама раздатка тросов, она такая же, как в контуре, в железном. Ну, и схема полиспаста, там, один к пяти, просто можно набрать в интернете, полиспаста один к пяти, один к восьми, и там никакой сложности не будет его сделать. Ну, в общем, ты мне скажи, деревья-то потом благодарны тебе остаются за то, что на них так поболтались? Обязательно. С такими нагрузками. деревья у нас в сечении, там, то место, где тренировка обычно проходит на базе, от сорокового и больше диаметра. Если их не гнет. В Тикосе Михаил Петровича Щетинина в школе братьям преподаются, у них там дубы диаметр где-то сантиметров 25, тоже они выдерживают спокойно. Просто между самой веревкой, которая крепится к деревьям и деревам, прокладывается резина толстая, чтобы кору не повредить. Ну, и, соответственно, надо поговорить с ними, с деревьями, попросить разрешения. Не сочтите за сумасшествие, но это очень важный момент, потому что каждое дерево это часть вселенной. И когда процесс тренировки начинается, между ними происходят очень разные необычные вещи. Например, у нас один занимающийся во время тренировочного выхода, вот как только он заходит в контур, тренируется, ворон пролетал, ворон пролетает, гаркнул, улетел. Заходят другие люди, никого нет. Этот возвращается в контур, опять пролетает, ворон гаркнул. То есть, что-то в энергоинформационном смысле происходит в пространстве от этих тренировок. И деревья это часть этого пространства. Надо просто договориться с ними. поймите только меня правильно. Нет, здесь люди подготовленные, я думаю, правильно тебя понимают. Вот, да. Идем дальше. Здравия всем, вопрос эфир от Марины. По мнению Сергея Алексеева, правилам нельзя пользоваться молодым девочкам и женщинам. Озвучьте, пожалуйста, свой взгляд на этот вопрос. Я могу опереться только на факты, которые были нами замечены. Был период, когда мы в течение восьми месяцев тренировали женщин. То есть, там была исследовательская мотивация у нас. то есть, мы повезло просто там, где правильная за стенкой научно-исследовательская лаборатория с соответствующим оборудованием. И мы стали оценивать в динамике, в динамике, что происходит с эндокринной системой в женском теле. Ну, в частности, мы исследовали функцию яичников и продукцию гормонов женских половых. То есть, что происходит? Женщина приходит, начинает тренироваться, приходит обычно она с потухшими глазами после растяжки, она просто вся сияет, у нее стрессовое напряжение, оно снимается. Это наблюдают все. Против этого аргумента нет. Но, когда система тренировочная выстраивается, то есть, есть порядок, есть график тренировок, длительный, несколько месяцев, то есть, это не разовая тренировка, то потихонечку у нее, во-первых, психологически, я говорю то, что мы наблюдали мы у нас здесь в своих экспериментах, психологически она начинает, у нее устраивается мышление такое, жизнь без опоры на мужчину, то есть, меняется стратегия жизненная. Для нее правилом становится, для ее мужиком становится правило, если можно так сказать, в том смысле, что оно ее структуризирует. И мы наблюдаем снижение продукции эстрогенов. Трудность, как бы, с которой мы сталкиваемся с возрастом, допустим, в мужском теле с возрастом снижается количество мужских гормонов половых, тестостерон, когда начинается процесс дряхления тела, а женских растет. У женщин же картина наоборот, с годами продукция женских, она и так падает, а тестостерон у нее растет, по статистике. И, соответственно, направила в динамике, то есть, когда мы выстраиваем кремовые показатели, там, на этой неделе у нее такое количество эстрогенов в 8 утра, через неделю у нее такое количество эстрогенов, а 5-8 утра. И вот так в течение многих месяцев выстраивается кривая, по которой видно, что общее количество эстрогенов потихоньку падает, а тестостерон повышается. Понятное дело, что ее тело не перестроится, морфологически она мужским никак не станет. Но результатом всего этого может произойти в наших исследованиях происходила именно дисфункция яичников. есть одно очень крутое правило для женщин. Вот это реально просто бомба. И то правило, о котором мы говорим, там, груза или там, рамы, тренировочные, которые подготавливают, это просто ничто для женщины по сравнению с женским правилом. Женское правило это ее мужик. Самое главное правило у нас это Бог, а для женщины главное правило это ее мужик. И он как стратег просто задает ей направление стратегическое и она относительно его стратегии, она уже выстраивает себя и свою природу. И отсюда начинается ее оздоровление. Чтобы понять более чувственно то, о чем я говорю, есть яркий пример, это фильм Говорухина называется благословите женщину. Я рекомендую всем посмотреть. Это проявление реальной, настоящей женской силы. Ее способность подстраиваться под невероятное. А правило в той конструкции, о которой мы говорим, оно обеспечивает движение силы через плечо и оно выстраивает именно стратегическое мышление. То есть, я говорю не только про конструкцию, я говорю про сам процесс. про боевые режимы, про то, что описано в источниках, которые мы все знаем. То, что касаемо женского таза, молодые, таз, он становится более жесткий. Я это не могу утверждать, потому что это не зарегистрировано нами. Я могу лишь так же только сослаться на Сергея Трофимовича в этом вопросе. Но вот эти вот вещи, поведенческие реакции по мужскому типу, жизнь без... Амазонка. Но женщина же не может всю жизнь пребывать в этом архетипе. Есть еще много других женских архетипов. И понятно, что если мужик ушел на войну, то когда необходимо, она и землю спашет, и детей защитит. есть у нас примеры в истории, когда женщина блестяще владела оружием, для того, чтобы выполнить функцию замещения мужчины, когда его нет. Но когда он рядом с вами, то это просто бессмысленно использовать методику тренировок, которая изначально для мужчин рассчитана. Есть другие инструменты, есть другие очень мощные женские практики, которые действуют намного круче, чем правило, мужское правило. Это очень тонкий вопрос. По моему опыту, когда мы наблюдали за работами инструкторов и за своей работой, когда я наблюдал, когда тренируюсь с женщином, происходит взаимодействие очень простое по принципу мужик и женщина. Половое взаимодействие идет. Она приходит на тренажер, якобы на тренажер, а на самом деле идет взаимодействие мужчина- женщина. И она когда в этих условиях тренировочных, она как выбор без выбора, она вынуждена подчиниться командам инструктора, а инструктор он мужской, мужского пола в основном у нас. и когда в жизни в доме порядок не наведен, то идет просто вот эта сублимация и компенсация тем, что он тянет женщин. Ей становится легче, объективно ей становится легче, хорошо, душа поет, но это не из-за правила, а из-за того, что идет взаимодействие половое. Образно говоря, если бы она к нему пришла, он бы ее положил в люльку и побаюкал, эффект был бы точно такой же на психологическом уровне. Просто идет подзарядка мужской энергии, а он реализует то, что он не может в доме в своем сделать. Это то, что наблюдалось, я наблюдал за собой в те периоды, когда у меня не все в порядке было дома, когда мы начинали только. И то, что я наблюдал позже с теми инструкторами, которых мы готовили. Обычная сублимация под словом правила, целью продать. Я уверен, есть целая система знаний именно женских практик. Рождена в женском теле, значит, и практики должны быть дифференцированы. Это мужские, это женские. Мужик ушел на войну, ради бога. Амазонка нужна, чтобы защитить тех, кто с тобой в доме остался. Но когда он вернулся, то это неадекватно уже шашкой махать. И вот отсюда идет дисфункция, когда женщины реагируют, взаимодействуют с миром по мужскому типу. Вот здесь, вы смотрите, у нас такое огромное количество гинекологических клиник во многих крупных городах. целые даже сетки клиник. Когда девчонки, даже еще девственницы, у них нет половых инфекций, у них уже идет гинекология. Это же явление, это же не просто так. То есть, когда поведение по мужскому типу, то это компенсируется физиологией, дисфункцией яичников, и потихоньку с возрастом появляется гинекология. Откуда воспалительные процессы в органах малого таза у девочек, которые девственницы? Ну и так далее. Это очень тонкий вопрос. Я не сторонник того, что женщинам нельзя тянуться на правило. Я здесь говорю о том, что такое правило на самом деле. Любая женщина, я вам заявляю с полной ответственностью, я это видел собственными глазами, если ей реальный процесс тренировки обеспечить, она не выдержит его. не потому, что она слабая, у нее природа другая, и не надо правило превращать в помойку все подряд. А вот вопросы с женскими практиками, они у нас реально подвисшие, их надо также раскрывать. Я слышал женской конструкции правило, но называлась не правило, но в Рале есть человек, которая видела, скажем так, пришло и видение этой конструкции. Там нет принципа растаскивания вообще, там нет принципа вытяжения. Две доски поперечно сложены, и каким-то образом женщина помещалась на них, и происходило движение этих досок. я даже не могу это объяснить, я не специалист в женской теме. И девчонки, которые еще девственницы в деревнях, чтобы активировать эту женскую природу, обдавливали точки специально абдоминально, то есть в области живота, чтобы органы малого таза в кавычках так включились в процесс. и после этого они проходили через вот эту установку. Но нигде в литературе я этого не встречал. То есть человек мне просто сказал об этом видении. То есть этот вопрос он открыт. Поэтому я рекомендую задуматься над тем, что женское правило это мужик. Задача женщины, если он слабый, сделать его сильным. Потому что его потенциал у него все в теле для этого есть. У нас же происходит обратное явление. Вы понимаете о чем речь идет? Да, понятно. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко из Ютуба. Здравия всем. У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее перед тем, как попасть на правило, какие тренировки психические проходит человек? И если есть проблема с опорно-двигательным аппаратом. Слава Богам предкам нашим. Всего доброго. Значит, все, что касаемо опорно-двигательного аппарата и вообще оздоровление за исключением жестких ограничений. Когда человек реально физически, он вообще не может ничего там делать. мы для того и используем этот тренажер, чтобы стать здоровыми. И у нас, допустим, 70% мужчин в среднем приходят с грубой патологией позвоночника, дисковые нарушения, протрузии, выбухания дисков межпозвонков и грыжи. У них просто это все уходит. Но ключевой механизм не в самой биомеханике, а в том, что вот это ограничение физическое, оно является компенсацией какого-то переживания внутреннего. Про эти механизмы психосоматики сейчас многие люди знают. И если тренировочный процесс относительно конкретного человека правильно выстроен, то любую соматику, в том числе и связанную с позвоночником, можно убрать не через движения как таковые, не через вытяжение, а через психологическую работу в этих тренировочных условиях. Это первый момент. Второй момент, когда в братине происходит обучение, перед тем вообще, как начать. Первые движения кто-то показывает, то есть опытные, то есть тот, кто преподает или опытная группа уже, то есть человек приходит, он сначала смотрит, куда он пришел, и вообще что там происходит. То есть он смотрит реалии всего этого процесса. Дальше ему предлагается попробовать пропустить через себя на собственной шкуре, это все испытать в минимальных нагрузках и прожить с этим неделю. И после недели уже созваниваемся и он говорит, да, мне это надо, если это надо, то ему просто объясняется, какой этот процесс непростой подготовки. Все принимает решение внутреннее главное, что ему это надо. Все, что касаемо ограничений телесных процессе подготовки, это все решается уже, за исключением тех ограничений, о которых я говорил. И главное, то, что я бы выделил, это просто, это очень горячий вопрос, я об этом говорил раньше, мужчина должен быть готов к очень серьезным переменам. Когда он начинает тренироваться, если процесс истины, не просто мы занимаемся оздоровлением, а именно процесс тренировки, именно развитие духовной составной, понимание своей духовной составной, идет не только внутренние перемены, меняется все, меняется в доме, меняется отношение с женщиной, меняется вообще вся среда по-другому на мужчину начинает реагировать. И соответственно, это нагрузка моральная, это самая крутая нагрузка, которая происходит на правилы. У нас очень мало кто готов, никто может, а кто готов, кто созрел, перестроить полностью свою жизнь, взять ответственность за себя и за мир, в котором ты живешь. И соответственно, физические тренировки, это не просто сам процесс освоения этих движений. Дальше моральная нагрузка, перестройка всей жизни. И надо после первой тренировки или после первого месяца тренировок этот процесс начинает работать, то есть начинается движение в жизни у мужчин. И он уже просто понимает, он реально готов к этому или нет, или ему еще надо побалдеть, похалявить, просто остаться в старых стереотипах. в этом смысле надо понимать, что эти тренировки для зрелых мужчин, те, кто думает об идее, кто в служении идее, понимаете, у кого уже под свет клином сошелся, надо понять, в чем его дар, у него тяжелый жизненный период, все валится из рук, события сжимают со всех сторон, ему просто необходим качественный эволюционный скачок внутренний. Вот в этом смысле, если это происходит в вашей жизни, правило как инструмент и как технология, технология это важнее, это просто беспрецедентный ускоритель вашей эволюции личной. Как-то так. Ну, в общем, да, когда мужчина становится мужчиной, то мир меняется, и к нему другие уже требования, нежели чем к инфантильному мальчику, сидящему в обтягивающих штанишках за компьютером. Если с тобой согласен. Дальше, я Гриша, вопрос эфир. Евгений, как додумались до изменений мозга? У вас изначально была догадка? Так, это изучено, это известно давно, что центральная нервная система в целом, она управляет телом, а головной мозг, он управляет движениями. И это не просто он управляет движениями, он является биологической основой наших психических состояний, то, что происходит с мозгом. То есть, та волновая картина, волны мозга, частоты, на которых он работает, сама логика взаимодействия, они определяют наше состояние. То есть, например, по волну мозга можно определить степень включенности человека в интеллектуальную работу, можно определить уровень его внимания, можно определить степень готовности к решающему броску. Вообще, можно определить состояние, в котором он пребывает объективно. Это прямо надевается шлем, подключается к электроэнцефалографу, он заходит в контур, начинает делать движения, и это сразу видно все. То есть, он делает одно движение, там прям вспышки активности электромагнитной. Они регистрируются. Это не мной придумано, это давно известно. Просто, когда исследуешь, постоянно думаешь, как, как можно объективизировать, чтобы фантазию не уходить, чтобы людей своими тараканами в дальнейшем не кормить, а говорить, вот ребята, видите, у него мощность мозга выросла, или ему говоришь. И потом, когда вы тренируетесь, вы входите в определенное состояние, вы уже знаете, что когда вы пребываете в этом состоянии, у вас идет вот такая-то активность мозга. Ну, там прям схема видна. И если чисто за науку говорить, вот представьте, допустим, мы берем, я сейчас скажу вещь, которую многие знают, но это, она фундаментальная. Она просто может изменить ваши тренировки на правила радикально. Мы берем ядро атома. У него есть составные. протоны, нейтроны и складываем их массу. А потом замеряем саму массу общего ядра. И общая масса ядра, она не равна массе составных ядра. Как физики говорят, дефект массы. То есть есть как материя, она проявляет себя через вещество, то есть вот эти частички, из которых ядро состоит, это вещество. А есть еще другая форма проявления материи, это энергия. То есть между нашими клетками, если можно так сказать, есть вещественная основа, молекулярная, атомная, то есть еще стоит наше тело, а есть еще энергия. Другой пример, допустим, ДНК человека, она содержит объем информации 10 в 15 степени бит. А для того, чтобы описать строение тела, пространственное строение тела, надо минимум 10-25 бит информации. То есть 10-10 откуда-то берется. Все, что я говорю, это к чему? Что есть тело физическое, есть центральная нервная система, которая управляет телом, а есть другая составная, которая управляет центральной нервной системой, в моем представлении. логика такая же, как дефект массы ядра атома. Это факт, экспериментальный факт. Если это существует на уровне атомов, это существует на уровне всего нашего тела. Есть мой мозг, а есть мое стремление подчинить свой мозг тем задачам, жизненным, ради которых я пришел в этот мир. Если, допустим, мы будем говорить про, скажем, православие, то там такое понятие работа со страстями. Потому что тело, оно может работать на рефлексах, а существовать самостоятельно. Вы это увидите по поведению человека, чисто рефлекторное. И точно так же есть бессмертная составная, меня же, которая тоже может существовать без тела. Но в этом плотном мире, когда мы воплощаемся, вот это мое естество, оно проявляется через это тело плотное, через его движение. Посмотрите на первый шаг ребенка, на его ликование, когда он делает этот первый шаг. Это же не просто механика, не просто биомеханика. Это через движение проявляется чувство в этом мире. Это поэзия, понимаете? И вот мы регистрируем работу центральной нервной системы как результат того, что когда человек осознает, что есть я, есть моя биологическая составная, а есть моя бессмертная. Если он понимает эту бессмертную часть, то он в буквальном смысле управляет биохимией тела во время тренировки. Он управляет упругостью сухожилий, он управляет ритмами своего организма, буквально биологическим временем, которая связана не только с механикой Ньютона, но правила. Просто целый огромный пласт знаний, о котором надо заявлять вслух. Это прикладные знания. А самое доступное по деньгам, что можно сделать, что можно себе позволить, многие люди, это электроэнцефалограф. и когда допустим, вот смотрите, начинается процесс обучения, вот он длится допустим там, мы выбрали там срок полгода предположим, по истечению шести месяцев человек говорит, у него изменилась жизнь так-то, он себя стал понимать и называет то, что качества, которые в нем проснулись там, в общем, он фактически описывает то, что он стал мир по-другому воспринимать. Это все его субъективное, оно не имеет никакого прикладного значения. Вот этот опыт, который он получил, он не сможет передать, допустим, своему внуку. А вот то, что мы говорим, что посмотри, у тебя там тестостерон было такое количество, стало вот такое. Дальше мозг, у тебя была нищета, его энергетики, а вот сейчас чем сложнее ситуация, тем активнее работает твой мозг. То есть, это объективные уже данные. И тогда он своему сыну может сказать, сын, знаешь что, давай вот мы с тобой сегодня освоим вот это движение, потому что в будущем твои мозги должны работать в такой-то степени активности. Вот эта вот объективная составная, она сейчас крайне важна в наше время, потому что мы мир истину воспринимаем только через науку. К сожалению, наши мозги они такие сейчас. Понятно. Идем дальше. Миколаевич, вопрос в эфир. Аэрогравити как-то соотносится с правилом? Аэрогравити это один из, одна из разновидностей подвесной системы. это очень ценная методика тренировок. Она достойна уважения и скажем так ее развития, потому что когда вы тренируетесь на аэрогравити или на ТРХ-ах, то мозг он вынужден пересмотреть такой факт. А правильно ли я выстраиваю движения? И в процессе занятий на аэрогравити мозг он перестраивает механизм управления. Человек можно так сказать он себя через тело по-другому начинает понимать. Те рецепторы, которые спали, которые не работали, они начинают работать более активно. В мозг идет более богатая информация и мозг он более оптимально управляет целой мышечной цепью. Все это сказывается на том, что человек он начинает глубже себя понимать. Есть такое понятие глубинная чувствительность. То есть есть поверхностная чувствительность, когда вы прикасаетесь к человеку, пока воздействие идет, он тактильно его ощущает. Вы убираете руку от него, воздействие прекращается и поверхностная чувствительность она заканчивается. А есть глубокая глубинная чувствительность, она работает постоянно. То есть постоянно от всех рецепторов тела поступает в мозг информация о том, что происходит с телом. Вот эта глубинная чувствительность работает даже когда человек спит. И ее ценность не только в том, что она позволяет человеку выстраивать движение в пространстве, не падать, что он понимает, что он сейчас в вертикальном положении, что здесь нужны какие-то угловые ускорения и так далее. Это вот эти ощущения, которые в мозг приходят, они формируют я-сознание. То есть вот это я через тело. И когда вы тренируетесь на альфа-гравити, вот это я-сознание вследствие того, что раскрывается дополнительный багаж информации от рецепторов с периферии тела, вы точнее себя понимаете через это тело. То есть там имеет место психологический эффект сильнейший. Он что в мужском теле, что в женском работает. Плюс соответственно если мы с правилом будем сравнивать, это практика она безопасная абсолютно. Невозможно травмироваться, надо что-то там невероятное сделать, чтобы получить травму. И да-да, Алексей. Как говорится, было бы желание найдешься чем травмировать. И ты хотел продолжить? Альфа-гравити это очень хорошая вещь в плане в первую очередь профилактики. То есть все, что связано с опором двигательным аппаратом, дальше все, что связано с депрессиями, состоянием подавленности внутренней. Заходишь в эту конструкцию, если можно так сказать, и все, и твой мозг уже не, ты уже не думаешь о том, что у тебя что-то не так внутренне, потому что ты вынужден заняться главным вопросом, как сохранить равновесие. Тебе некогда думать о том, что там, не знаю, дома беда какая-то, в душе какая-то боль. Проблема равновесия надо сохранить. Как-то управлять мышечной цепью, кинематику тела выстраивать. И все, информация в мозг от тела начинает идти. И вот это напряжение стресса, оно снимается. Вообще отличная вещь. тот, кто ее придумал, он молодец. Как и вообще любую подвесную систему медицинскую. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok